Всем привет, друзья! Итак, буквально несколько дней назад закончились матчи 16-го тура чемпионата Кореи и я хочу остановиться на самых ярких и интересных моментах. Не все, что только прогнозы. Итак, рассмотрим первый матч, центральный матч тура. Ульсан-Поханг, дерби Восточного побережья. Очень ожидаемый матч и матч, который мог реально повлиять на ситуацию, даже сменить лидера. В пикантности добавляла еще и дуэль двух лучших бомбардиров лиги Джуниора Ниграо и Станислава Ильиченко. Тренер Ульсана опять применил небольшую ротацию стартового состава, выставив в защите Чул Хонга и Джунг Сен Хьона. А в зоне нападения и полузащиты со старта вышли те ребята, которые выходили на замену в матче против Суона. Вместо Ниграо на острие атаки был Йонсон. Состав Поханга был традиционным, только на правом фланге полузащиты Шим Донг Ун вышел в основе, а не на замену. В отсутствие дисквалифицированного Паласиуса вышел Полошевич. Ну и Ильиченко, понятное дело. Первый тайм проходил в позиционном противостоянии. Отлично прошел по правому флангу Квон Ван Куй, но, видимо, тот факт, что он защитник и его не всегда выпускают в старте, сыграло с ним злую шутку. Вместо того, чтобы отдать пас на набегающего по центру Ильиченко, он тупо пробил во вратаря. Ульсан усилил давление и начал играть высоко, используя навесы с флангов на высоченного Йонсона. А оборона надежно разрушала атаки Поханга. Не зря вся защитная линия Ульсана получила оценки выше семерки. На перерыв команды ушли с нулями на табло. В перерыве тренер Поханга поменял О Нила на Го Юн Джу на 19 лет, видимо, чтобы добавить скорости в полузащите. Тренер Тигров ничего не менял, что и правильно. На 53-й минуте опять отличился 14-й номер Квон Хуан Куй, позволивший себя обыграть Чул Хонгу и сделать выверенную передачу в центр штрафной, где его коллега слева Ким Сан Хвон упустил Ким Ин Сунга. 1-0. Динамичный гол и лажа защитников Поханга. Не явная, конечно, но где-то на мгновение они оказались медленнее, и этого хватило. Не успели игроки Поханга оправиться от удара, как игроки Ульсана снова разыграли классную комбинацию 3 на 4. И тут очень грамотно сыграл как Ким Ин Сунг, отдавший пас направо на Син Джин Хо, так и Син, точно парашютов от Давно Йонтенсена, который принял мяч на грудь, а его опекун, тот самый злосчастный 14-й номер Квон Ван Куй, неожиданно упал и спокойно пробил 2-0. По сути, игра сделана. Ну а потом уже и Ниграу выпустили, и Поханг прибавил, но это уже статистика. Логично, что Ульсан отдал инициативу Похангу, но дальше дальних ударов и ударов мимо ворот дело не пошло. Таким образом, чемпион очень серьезно отнесся к Похангу, а защитники съели грозных форвардов Стилес. Всех, кроме Ильюченко. Штас реально 3-4 раза бил опасно поворотами, был очень активен. Не зря у него лучшая оценка в составе Поханга 7-0. Красивая победа тигров, а Поханг проверку лидерами не прошел. Если с Чонбуком еще была интрига, то Ульсану они уступили по делу. Если добавить сюда ничьи с Инчонами Гуанжу, то получаем 2 очка в 4 матчах и заслуженное отставание от лидеров на 13 очков. Таким образом, Ульсан по итогу этого матча не потерял лидерство и не зависел от результата матча Сувон Блювинг с Чонбук. Но, тем не менее, мы сейчас рассмотрим и этот поединок. То есть, в этом первом видео я презентую 2 матча двух лидеров. Это Ульсан Поханг и второй матч был Сувон Блювинг с Чонбук. Действующий чемпион Чонбук отправился в гости к Блювинг с обладателю Кубка Кореи. Сувон идет на 11 месте, и его игра очень не радует болельщиков. Ну а Чонбук мало того, что набрал мощный ход после кризиса начала июля, так еще и иностранные новички Густаво и Маду Бароу как заиграли. Сувону, конечно, не позавидуешь весь. Ведь подряд получить Дейгу, Ульсан и Чонбук – это же непростой календарь. Надо отметить, что и с Дейгу, и с Ульсаном по счету хотя бы какие-то шансы были. У Тигра вообще очко отняли. А вот с Чонбуком, увы, без вариантов. В основе у Сувона не вышел главный голеодор прошлого сезона Адам Таггарт. В полузащите вышел 19-летний дебютант Канг Юн Мук. Ну тут, конечно, видимо, травма помешала выйти со старта парк Санг Хьёку. В остальном все те, кто добывал ничью в матче с Ульсаном, были в строю. Что касается Чонбука, то на левом фланге полузащиты наконец-то вышел в старте Маду Бароу. Густо гол на острие. В защите вышел Чой Чул Сонг вместо Ли Йонга. Ну и отметим дебют 19-летнего Лиси Хена, замененного, правда, уже в перерыве на Кунемото. Я так понимаю, что не выход Кунемото в старте – это дань правилам. В старте должен быть хоть один молодой игрок младше 22 лет. Вот они и поставили Лиси Хена, чтобы продвинуть в Маду Бароу, потому как на месте Маду Бароу играет игрок как раз 22-летний. В итоге они немножко поменяли, но как только первый тайм положенный закончился, сразу вышел Кунемото. Команды начали не очень активно. В первые 15 минут опасность шла со стороны гостей, но без особых обострений. И вот в середине первого тайма хорошая атака по правому флангу далась Чонбуку. Опытный Сон Джун Хо заметил ускорение по правому флангу Хан Кью Вона, и тут легко убежал от защитника Ки Мин У, ошибившегося при создании офсайда, и уверенно положил свой седьмой гол в чемпионате. Это был первый удар в створ Сувона с начала матча, и сразу гол. Сувон свой первый и единственный удар в створ в рот Чонбука в первом тайме нанес вообще на 30-й минуте, и тот во вратаря. Ну а на 32-й минуте Маду Бароу убедительно показал, почему его надо выпускать в основе. Выверенный навес с левого фланга в центр штрафной, и четвертый гол Ким Бок Йонга в чемпионате. По сути, отыграть два мяча против нынешнего Чонбука задача малореальная даже для Ульсана. Так что Блю Винкс, думаю, иллюзий уже не испытывал, и опять ловил ворон на своей позиции 10-й номер Ким Мин У. Во втором тайме тренер Сувона заменил своего 19-летнего дебютанта на Парк Санхука, но до кучи опытнейший Ко Синг Бом получает травму, и центр полузащиты становится еще более уязвимым. На 63-й минуте Парк Санхук тупо отдает по передачу поперек на перехват полузащитнику Сон Джун Хо, и тройка Густаво Сон Хан Кьюон выходит на троих защитников. Жаль, что Густаво испортил такой шанс, но такие лажи в полузащите Сувона показательны. От отчаяния тренер Сувона выпускает Тагарта, но на 70-й минуте Ким Бок Йонг, Кунемото и Густаво разыграли опять трехходовочку с правого фланга, и бразилец оформил свой второй гол в Кейлиге. Джо Синг Джин Густагола, увы, не сдержал. 0-3, и в оставшиеся 23 минуты лишь Адам Тагарт размочил счет, испортив перед этим фантастический момент, не забив с трех метров, и показав тренеру, что на него все-таки можно рассчитывать в основе. Защита же чемпиона, конечно, расслабилась. Ну и вот это контрав два паса и гол Тагарта показывает, что при 0-3 они уже сильно не напрягались. Итак, Чун Бук одержал комфортную победу и повис на хвосте Уль Сана с отставанием в одну очко. Впереди у них Сэн Джо Сангму и жажда мести за досадное поражение 0-1 в 10-м туре. Благодарю вас за внимание и всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова